Накануне под председательством заместителя главы администрации города Светланы Драчук прошло заседание Координационного совета по делам инвалидов. В повестке дня значилось 10 вопросов. Среди них реализация мероприятий под программы «Доступная среда» и повышение показателей доступности для инвалидов объектов торговли и общепита, сферы услуг и жилых помещений. Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – это приоритетное направление работы социальной сферы города Семилиственниц. Этим направлением занимается много людей из самых разных структур. Координационный совет по делам инвалидов эту работу координирует. И под создание безбарьерной среды для инвалида выделяется довольно значительное средство, что следует из доклада начальника управления по труду и социальной защите населения. В 2017 году предусмотрено 826 200 рублей – это средства федерального бюджета, 7 653 800 рублей – это средства были выделены из окружного бюджета и 1 077 000 рублей – средства местного бюджета. Всего на данное мероприятие было выделено 9 557 000 рублей. Все эти средства были распределены между Управлениями образования и культуры, Центром материально-технического обеспечения и Центром обеспечения деятельности системы градостроительства. Руководители этих структур отчитались в их использовании. Средства освоены практически в полном объеме. Вот уже сейчас мы тоже можем говорить о стопроцентном освоении средств. По приобретениям было все оплачено еще в ноябре, а вот буквально 5 декабря были оплачены и ремонты. И у нас стопроцентное освоение без всяческих экономий даже. Приобретено оборудование, скаломобили, кнопки вызова, тактильные знаки, бегущие строки, информационные уголки с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. В следующем году создается рабочая группа по обследованию объектов торговли и общепита на предмет создания условий доступности объектов услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. А уже в этом году создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений и общего имущества домов с целью их адаптации с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности. На 2018 год в планах у нас 647 жилых помещений, которые у нас впоследствии без заявления необходимо обследовать и выявить, действительно ли жилое помещение подлежит адаптации и необходима этой адаптация или нет. Кроме того, участники заседания утвердили план работы Координационного совета по делам инвалидов в наступающем 2018 году. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».